а это же я не выспался кто-нибудь меня видит слышит это спрячем сделать большой отражатель купить из китая поставить здесь и чтобы всегда можно было очень легко ставить задний план фон белый ставить и света побольше сделать чтобы независимо все было ничего не успеваю так напишите видно ли и слышно ли меня видно и слышно так наталья отлично видно и слышно а где все остальные сказали 5 человек будет значит должно здесь светится ну что что 6 человек а нас с вами двое только так двое остальные где сколько а вот 4 сколько человек давайте посмотрим все ли все ли у нас на связи красный мне вообще видно ладно у меня в общем то может быть даже и не видно можно даже и включить только аудио и я особо не нужен кстати наверное так лучше будет и сделать чтобы презентации были только ваши фотографии и мой голос так слышу слышу видно и слышно плану все на месте нет кого-то не хватает все на месте или кого-то не хватает подскажите знаете чем дело то что на улице чуть-чуть я сделал сделал такую щель небольшую от окна и оттуда свет поступал и как этом солнышко пробивалось и свет на меня активно поступал солнце за тучку ушло и все все потемнело так евгения опаздывает хорошо но время уже 905 я думаю нужно нам потихонечку начинать кто опаздывает тот подтянется так всем доброе утро прежде всего заготовьте себе чай с каким-то печенюшками так все тогда тогда начинаем задача у нас сами просто я постараемся много времени на это не тратить постараемся за минут сорок уложиться все хорошо все на месте постараемся побыстрее сейчас все сделать а значит презентацию я сделал только что ваши снимки все смотрел и очень позитивное впечатление для того что мы учимся для того для тех задач как мир мы ставим этой техники на картеру мы снимаем все очень даже хорошо значит сначала мы вот у нас пять человек сначала мы сейчас посмотрим снимки по репертажу потом по постановочной фотографии постановочной фотосессии так как меня видно и слышно мы уже ответили что меня слышно и видно это хорошо как настроение у вас проснулись уже или такие же как я еще и не по непонятные такие вчера на съемках целый день был съемки потом на язык ходил с утра проснулся и побыстрее-побыстрее попытался все успеть сделать непонятное ну вот у меня непонятное ничего страшного утра а ну а то и утром может быть и непонятное с утра тогда поехали готовы репертаж первым делом так ирина у нас первое хорошо начинаем смотреть так как сделать лишь бы поудобнее было чтобы у меня осталось так репертаж у нас с вами получается нужно смотреть снимки именно именно серии не каждый снимок не только каждый снимок по отдельности рассматривать но и серии смотреть как они между собой состыковываются как они между собой рассказывают нам о каком-то событии поэтому мы сначала наверно будем когда листать фотографии будем смотреть их по одной а потом общее впечатление вот от всех фотографий будем также с вами обсуждать и вы активно участвуйте пишите что вы видите что не видите сразу сразу в чат я все вижу все для это специально мы из контакта смотрим напрямую а через презентацию так что если фотографии видите сразу смотрите не ждите всегда что вот василий василий что-то там скажет увидит да я такой же обычный человек как и вы вы сами уже все видите вы видите свои ошибки видите какие-то нюансы и тут не нужно быть каким-то супер там профессиональным фотографом для того чтобы видеть простые и видеть простые очевидные вещи здесь у нас смазалась фотография и у нас здесь высокая точка съемки здесь не вижу никакого оправдания почему такая высокая точка съемки здесь совершенно спокойно можно было точку съемки взять ниже здесь это легко и вы это все знаете так давайте посмотрим что вы мне смотрите вы пишите почаще чтобы я видел что вы на связи потому что у меня почему-то на один экран все не помещается что вы слышите видите что все хорошо что вы понимаете о чем о чем я с вами общаюсь вы меня слышите видите вы на связи поставьте плюсики готовы пропали все так плюсики хорошо все то есть вроде как эмоция есть но у нас не хватило здесь света чуть-чуть чуть-чуть у нас лицо вот и я не вижу необходимости снимая здесь сверху здесь совершенно спокойно можно было взять точку снизу и судя по тому что дети увлечены своим делом судя по тому что они спокойно сидят и что-то делают шансы снять с более правильной точки были все так вот то же самое здесь у нас чуть покрупнее смотрится интереснее но точка съемки здесь все таки точно также осталось той же чуть чуть ниже здесь чуть чуть ниже спокойно у нас здесь могло бы получиться а тогда какая-то эмоции что там что-то мы кушаем вы закомпоновали один человек слева один справа взгляд у нас падает он того молодого человека как мира у нас справа все нормально только точечку ниже ну чуть-чуть резкости не хватает это темно если дома то у нас сложно с тем что фотоаппарат камера на телефоне просто не справляется и и тут уже может быть неважно ручные настройки или автоматически просто не хватает возможности ну что тогда тогда либо дополнительный свет либо окна открывать но мы сегодня уже у нас есть успеем если успел доделать занятия то сегодня у нас уже занятия по свету с вами выходит и как раз эти моменты обсудим ножки здесь не страшно ножки ну здесь меня меня не смущает то что часть ноги отрезана она как-то здесь достаточно ну да конечно если ее взять целиком может может не может быть наверняка будет интереснее но то что здесь отрезана как-то это не сильно меня смущает и опять же помните вы приходили с вами занятия жанр фотография это как раз еще раз но вот оно такое простое но мы снова и снова к нему приходим каждый раз нужно понимать какой какой вид фотографии вы снимаете и соответственно оценивать фотографию с учетом правил которые есть именно в этом направлении если вы в ту студии снимаете то и правила будут строгие там предполагается подготовка макияж работа над образом если вы снимаете репертаж детей то тут легче должен быть подход это это нормально нам нужно чуть-чуть активнее чтобы мы но вот видите вы можете сами видеть вы увидите что ошибки у вас многие одни и те же постараются вам просто нужно начать не видеть эти ошибки а начать делать по-другому ну что вы можете сделать все задачу поставить снять 10 фотографий только с уровня глаз и не выше ставьте если у кого-то сложности с тем что он снимает сверху все равно продолжает сверху делайте такое упражнение сделать его до тех пор пока не не станете снимать с уровня глаз опять все сверху так как обычно снимают прям начинающие на нашем уже какой там по счету десятое десятое занятие эту ошибку нужно устранять хорошо то есть да есть эмоции но здесь тоже самое чуть-чуть у нас света не хватило чуть-чуть у нас с видимо видимо из-за того что сильная выдержка чуть смазался на ребенок и и верхняя . слишком верхняя . хотя при этом на всех фотографиях есть какая-то композиция до . сверху но но композиция есть чуть-чуть близко границы получается у нас но вы видите вы видите сами все и насколько я понимаю напишите вы все видите сами правильно учите я вижу я вижу если вы видите мне кажется что вы должны все это отлично видеть что вы сами можете уже фотографии разбирать как свои так и чужие дайте мне знать пожалуйста напишите вы на связи или аккуратно все ушли то же самое видите чуть-чуть близко к границам чуть-чуть смазана и чуть-чуть у нас не чуть-чуть есть сильная верхняя . верхняя . могла бы быть здесь уместно но может быть и уместно для того чтобы показать вот эти вот шарики но можно тогда попробовать подыскать или даже можно ребенка попробовать развернуть посадите и он же ребенок он все равно не понимает что там ему фотосессию делать все равно интерпретаж получится тогда вы увидите все вот эти все это наполнение в общем искать нужно по ходу дела нужно какие-то искать решения это это нормально искать какие-то решения когда вы что-то такое снимаете ну просто вы сделали снимок посмотрели так здесь получается что слишком сверху чуть смазано что можно сделать если получается что-то изменить тогда меняйте вот видите . . . съемки у нас опустилась фотография стала другая сразу приятнее стало чуть ниже точечку взяли приятнее стало ну пальчики ножичка до ножички чуть подрезали старайтесь чтоб этого не было по возможности репертаж есть репертаж из важнее здесь поймать нужную эмоции и здесь у нас не хватает света возможно просто телефон не справляется ничего не поделать потом будет у вас телефон как не будет мощнее потому что телефоны развиваются каждый если не каждый год то есть если не каждый месяц то каждый год точно выходит на новый уровень так мнение как не не все все же здесь все здесь все здесь так мужчина у нас красиво все делает но закомпоновать можно было наверно постараться чё по удачнее поискать варианты всегда пробуйте делайте дубле так может вертикальный горизонтальный все здесь понятно мужчина большой красивый мужчина что-то готовит на готовит на кухне почему один снимок почему здесь нельзя было сделать фотосессию нужно значит искать 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 еще вариант у вас отлучилась так вот так мы вас разбираем а вы отлучились ничего себе ничего себе есть здесь истории есть все здесь есть все здесь есть чуть по точнее можно было поискать решения можно было можно было попробовать чуть шаг назад и чуть шаг влево это просто с опытом приходит тут ничего делать не нужно тут нужно просто прививать себе привычку искать более удачные кадры здесь все нормально но можно лучше ну так у скажем так вот . здесь у нас ниже смотрится хорошо эмоции есть дети удивлены чем-то все интересно смотрится я здесь лучше пока мою обувь с улице разбираю как-то сложно тут у вас но хорошо евгения в этом у нас списке чуть чуть попозже будете так что все хорошо не переживайте все видите опустили взяли точку ниже смазанности у нас здесь чуть чуть меньше стало все встало становится все на свои места другой момент то что много неба над головой но здесь не так уж и страшно в общем что здесь нужно делать нужно снимать еще 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 и мы будем с вами снова разбирать другого пути здесь нету попробуйте еще поснимать можем мы можем мы можем с вами еще встретиться мы можем с вами после того как мы сняли с вами прошли все занятия мы с вами сможем еще некоторые повторить еще раз мы с вами испытательная группа поэтому мы можем с вами заниматься столько сколько нам нужно так смотрим так вера хорошо вот тут как тут как тот какой момент здесь у нас технически фотоаппарат мало справляется кстати мне понравились снимки технически фотоаппарат у нас справился здесь хуже очень сильно шумит но что поделать здесь у нас запись будет до запись будет запись уже ведется здесь у нас хорошо пойманые эмоции достаточно неплохо then скомпонована но фотоаппарат не вытягивает что здесь делать либо свет дополнительный ставить включать которые есть но мы сегодня будем сегодня что успеем будем заниматься светом либо потом у вас будет будущем другой фотоаппарат но на мой взгляд лучше фотография пусть будет правильной нужный момент на ней будет запечатлен но она не будет шум чем на она будет вся идеальная но в ней не будет никакого содержания поэтому здесь да есть шум но но ничего страшного в этом такого прям супер ужасного для репертажа нет конечно нежелательно чтобы был шум но что поделать да сильно шумит но эмоция есть дети действительно смотрим первый человек молодой человек очень удивился что там такое достали девушка смотрит внимательно а девушка сзади смотрит какая-то с подозрением немножечко вы пишите пожалуйста что вы думаете чтобы чтобы не один рассказывал чтобы мы с вами общались видите ли вы это замечаете ли разделяете ли это вы уже можете сами точно так же все анализировать думать на эмоции есть эмоции это самое главное технически но не справляется техника нету здесь никакой такой беды никакой такой ошибки от от фотографа свет еще не приходили все отлично просто не справляется здесь опять же да какая-то история есть и мне это мне это нравится что-то происходит непонятная немножечко для меня какая-то вещь в тазике мне нравится может даже даже то что потолка много не не смущает ничего технически да чуть-чуть опять же темно у нас там окно за которым что что-то белое но не смущает меня не нравится но да здесь снова и снова хочется чтобы это было уже чтобы было больше света чтобы качество фотографии само по себе технически было лучше но с точки зрения фотографа меня ничего не смущает можно было попробовать вариант чтобы было меньше потолка можно такой вариант оставить но все равно события есть все интересно дети играют и это понятно что детям интересно и они чем-то заняты так здесь тоже самое видите у вас получается мы одну фотографию с вами разобрали какую-то посмотрели какие ошибки или или какие нюансы а на всей серии все точно также сохраняется так у нас нет не получится совсем передвигать если что будет запись презентация заготовлена и будет очень неудобно перескакивать здесь точно также достаточно все аккуратно закомпонована у нас может быть можно было попробовать чуть-чуть крупнее чтобы было меньше потолка хотя как бы ложится с одной стороны а с другой стороны можно было или меньше его и у нас не хватает здесь мощность мощности телефона просто не хватает просто очень у нас падает из-за этого качества то же самое все дальше то же самое все то же самое у нас здесь великолепно пойман момент просто великолепно супер просто то что сзади люди там у нас из-за ноги половиночка у нас появляется такое бывает на репортаже ничего не поделать здесь просто дублем нужно брать просто брать точки если получилось так что что вот видите девушка из штанов как бы там частично выглядывает ну если у вас была возможность сделать дубли еще так чтобы не было такого то это хорошо если так не получилось ну что оставить и так здесь самое важное то что молодой человек перепрыгивает то что он веселый и интересный это что пойман очень точно пойман нужный момент это самое главное здесь видно и эмоцию девушки в красном и эмоции девушки которые вот у нас обходит но технически нужно значит будет окна открывать весь свет включать еще дополнительный свет включать или будет новый телефон у вас но или на фотоаппарат вы почти потом начнете снимать все что могли все сделали я доволен так может можно как-то осветлить фото мы с вами скоро начнем заниматься этим вопросом по поводу формата фотографии и по поводу обработки посмотрим что можно сделать вместе с вами будем эти занятия разбирать проходить посмотрим что можно сделать но я не думаю что здесь можно что-то сильно сделать здесь просто очень большой шум технически техническая сложность сложность от телефона если вы снимали на улице так было бы легче чтобы много было света света не хватает такая сложность думаю что придет несколько лет и такая сложность перестанет быть актуальной что телефоны станет намного более чувствительными а навык навык у вас останется на всю жизнь снимать нужный момент у вас останется навык останется навсегда а телефонах у вас еще будет десяток новых так все хорошо но можно было искать какие-то точки но в целом может быть и тогда ножки ниже колена получается у нас отрезаны ну искать может быть стоило чуть общее взять может быть ниже точку взять искать клиент видеть девочка справа она отлично зашла вот даже вот так вот она здесь отрезаны ничего для репортажа это можно так сделать а герой которые у нас посередине они у нас видите ниже колена так сомнительно смотрится ну что она здесь просто дубли делать просто смотреть искать все правильно ищите смотрите какие-то решения ищите ничего ничего здесь ничего нового им тут сказать не могу просто продолжайте снимать и просто в данном случае как-то постараться на может быть может быть я кстати думаю что верю стоит поснимать еще что-то какое-то мероприятие такое где много света хорошо получается но огромной шумы технически может быть стоит купить фотоаппарат может быть почему нет прошли базу поняли что есть способность что интересно и пошли на уровень выше добраться справиться здесь лучше но опять же еще правильнее будет здесь дополнительный свет дополнительный свет может быть импульс немножко постоянной как вспышка можно постоянным светит если постоянно заведет slowly на телефон можно снимать будет уже лучше да . . съемки пониже просится хотя девочка справа как бы смотреть получается от того что девушка у нас справа стоит и другим людям что-то рассказывает то получается как бы в некотором смысле точка зрения от этой девушки можем себя отождествлять с этой девушке мы смотрим от этой девушки которая в красном справа она показывает и дети от нее меньше мы заняли ее точку зрения а можно отойти на нейтральную точку зрения и попытаться снять пониже да надо искать здесь на месте так то же самое видите то же самое у нас здесь получается сложная композиция я не знаю была задумка такая или нет у нас здесь видитесь спереди одно действие происходит а сзади другое здесь у нас если была такая идея напишите автор пожалуйста напишите была такая задумка или нет что взрослые сидят в дальнем зале за застолье у них а детям застолье не нужно и они сидят здесь если такой задумки не было то значит это лишнее если такой задумки не было или если вы не сняли и сказали о как интересно получилось то что у нас здесь одно происходит а сзади другое если была задача только детей снять и не важно где они чем занимаются то тогда задний план у нас отвлекает потому что он на себя очень много внимания привез здесь а притягивает у меня прям взгляд туда идет что на чем они там сидят а хотя фотография о том чем дети занимаются значит такие важные такие элементы которые у себя столько внимания привлекают их нужно отсекать и все ну и здесь тоже можно искать попробовать тогда чуть пониже точку съемки взять и здесь у нас огромные шумы почему у нас такие шумы мне кажется у нас прям телефон очень очень плохо справляется мне кажется что у нас здесь техническая сложность что даже айфон какой-нибудь справлялся вы значительно лучше здесь и свет от окна есть и не так и время вроде бы не дневной за окном за окном света достаточно но очень 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 много шумов и прямо обидно да телефон слабый очень обидно вам вам вот стоит тот самый случай когда у вас хорошо получается но вас техника подводит тот случай когда техника имеет значение прям прям обидно прям обидно и вам нужно что-то по что-то подумать здесь видимо с на таком телефоне свет ставь не ставь все равно будет шуметь поэтому у вас мне понравилось то что вы сняли но технически технически очень много у вас шума везде прям портит все шум в таком количестве как хорошо видите видите у вас один снимок и дальше у нас все те все те же самые моменты тоже здесь простите телефон у нас плохо справляется а все остальное мне удавиться хотя непонятно что слева приходит не нравится мальчик который справа эмоция есть нравится девушка в мире посередине и девушка как нере слева что-то делает возможно можно чуть вообще можно было чуть поменять точечку это пробуйте пробуйте ищите это репертаж здесь нужно с опытом нет пока что нравится от того что вот не было то что вы сделали и здесь чувствуется что получается но нужно как-то технический момент попытаться попытаться решить и сделать здесь еще больше дублей потому что вы эмоции интересно ловить видите самое главное здесь не понятно что происходит девушка рука как-то не раскрытой фотографии непонятно что если бы это была серия с одной стороны понятно допустим с одной стороны вы бы стала сняли а потом с другой стороны старт стала сняли то было бы понятнее а так как как вот зритель со стороны непонятно что происходит совсем непонятно это правда отлично в топор от вам нужно у вас у вас вот если такое направление у вас явно есть способности и нужно больше практиковаться отлично видите . . . съемки взяли пониже и интереснее все стало у нас и передний план здесь есть вот кисточка краски понятно что рисуют понятно что увлечены и у нас два человека в кадре вместились красиво ножка чуть обрезана меня здесь не смущает но можно в некотором случае сказать я попробую ножичку там поближе к себе если это не повредит но здесь такого что вот критично не такого здесь ниже здесь отлично место над головой удачный удачный передний план вместе что рисует все хорошо ножку можно можно было просто попросить сказать я не думаю что для семей для такого такого плана съемки это прям будет постановка нет ребята своим делом заняты попросили какая разница будет считаться секретаж или нет главное что снимок сделали сделали вам задача же чтобы у вас фотографии дома были интересные красивые вот и все и мне кажется что нормально было попросить и нога видите чуть-чуть у нас большая нога получается черная с белым интересная вас костюм какой-то можно было попросить ножичку ну никакой такой супер ужасный здесь ошибки нет если бы это была постановочная фотосессия я выругался бы сказал бы а разве так можно репертаж репертаж подразумевает более спокойно в этом плане отношения вы увидели позже а вот опять . съемки но здесь задний план не не смущает задний план не смущает и передний план открывает у нас какие-то то что написано но все равно мне кажется здесь было бы уместнее чуть-чуть точку съемки пониже хотя может быть хотя может быть и так и видите вы сами сами попали у вас есть рука правильно понимаешь здесь рука вашего чела ваша ваша же рука кадр попала да может быть и так может быть и так может быть вполне может быть но тогда тогда вот руку собственную мне кажется нужно было не брать и чуть-чуть больше места тогда снизу оставить чтобы вот кисточка кисточка у нас получается чтобы было понятно куда она опускается этот момент и второй момент у нас на мальчишке не хватает резкости не хватает у нас выдержка видимо у нас слишком длинная технический момент у нас много шумов технический момент не моя рука но здесь дубль нужно было сделать скорее всего дубль согласен согласен я переречился можно здесь и сверху оставить ничего тут такого ужасного нету здесь может быть это как раз тот самый случай но чуть по общее чуть по общее и технические технические момент Так, отлично, ну супер, ну смотрите, ну великолепно, ну классно же, круто, по-другому, как еще скажешь. Такой момент, посмотрите, еще это похоже на какую-то сложную постановку, а не настоящий репертаж. И ребенок торт есть, и девушка в красном, эмоции великолепные, сзади смотрите, и бабушка, ну вот, или женщина смотрит, да, чуть развернулась, но ничего страшного. И девушка сзади такая совсем удивлена, великолепно. Что вы думаете, напишите, что вы думаете по поводу этой фотографии. О, кажется мне в 40 минут мы никак не уложимся с вами. Ну ничего, ничего, мы сейчас потихонечку пройдем. Ну, круто, и здесь вам бы, вот как раз, да, классная фотография, нужно здесь вам технику лучше. Ну, явно есть у вас способности, нужно лучше технику. Прям классно, но все равно шумы, все равно темновато, все равно мало мегапикселей. Тот случай, когда просится, чтобы техника была лучше. Да, приятная случайность. Ну как случайность? Случайность это когда случайно получилось. А когда вы работали над этим, когда ждали этого, и у вас получилось, это уже неприятная случайность. Это уже ваша заслуга. Так, дальше идем. Ирина. Так, а я там случайно? Так, ну вроде бы все хорошо. Так, Масленица на улице. Я посмотрел эти фотографии, и мне не хватает каких-то деталей здесь. Да, понятно, но мы здесь, смотрите, расположили, главных героев прям посередине расположили. И у нас много... Смотрите, я стаканчик водички выпью. У нас, смотрите, как получается здесь. У нас много снега, много у нас здесь многоэтажки, посередине какое-то строение, вытяжка или еще что-то. И еще посередине полосочка у нас люди. И все вот это, лед, дом, из здания посередине нас отвлекает. Здесь нужно было поискать еще другую точку съемки. Ну правда, здесь получается много у нас снизу внимания уходит, много внимания на задний план уходит, на вот эту вот конструкцию, которая прям посередине у нас центральная композиция. А люди у нас здесь не как главные объекты, а как второстепенные получаются. Такой момент. И внимание у нас просто отвлекает внимание у нас здесь. Здесь, видите, поменьше стало, внимание как-то больше распределяется, но все равно у нас вот эта конструкция на себя много внимания придет, вытяжка или я не знаю, что это такое. И непонятно, что происходит. Да, широкоугольный объектив, да, в этом сложность. Но нужно здесь как раз, значит, нужно проявлять, если вы видите, что так получается, значит, здесь нужно проявлять смелость и уверенность. Как раз тот момент, когда мы с вами обсуждали, что нужно подходить ближе к герою, значит, нужно искать более смелые точки, активнее работать, а не просто с того места, где встали, оттуда снимать. Потому что здесь нехватка получается, нехватка, непонятно, что происходит. Конечно, если бы у вас здесь был длиннофокусный объектив, прям очень длиннофокусный, вы бы здесь встали бы спокойненько и сняли бы крупнее, и получился бы другой снимок. А так, так теряется, теряется. Главное, что у вас на снимке происходит, теряется. А вот эти второстепенные объекты на себя притягивают много внимания. Мое такое мнение. Здесь как-то у нас объекты распределились более хаотично, и мой взгляд уже больше притягивает то, что происходит здесь. Смотрю на девушку в красном, еще на девушку в зеленом, кусочек телефона попал, и как-то взгляд уже гуляет. Но непонятно, что происходит, непонятно, что главное. Тут нужно снимать, тут нужно идти и снимать еще. Тут опытом, с опытом, но я не знаю, как объяснить. Просто нужно еще идти и пытаться рассказать историю так, чтобы прямо было более понятно. Видимо, здесь главный герой – это девушка или женщина в зеленом. Но тогда нужно делать больше акцент на нее, или подходить ближе, или какие-то решения искать, чтобы акценты точнее были. Потому что видите, сколько у нас здесь тоже второцепенного получается. И женщина с ребенком, и ребенок справа у нас уходит, и нога чья-то в правой части кадра, и в левой части кадра у нас части людей, мужчина там стоит. И все, у нас все рассеялось. Вы пишите, видите, не видите, согласны, не согласны. Мы вместе с вами просто смотрим фотографии и анализируем. Тут нет никакого такого какого-то суперправила здесь, вот снимать так, и все будет хорошо. Нет, мы с вами вживую смотрим и оцениваем, как мы видим эту фотографию, как распределяется наше внимание. Что бы можно было сделать, что нельзя было сделать. Все здесь, с опытом, все. Опыт, опыт. Просто нужно идти и снимать. Пишите, что вы думаете, проявляйте активность, пожалуйста. Да, утре еще не проснулись, я знаю, я еще не проснулся, вы еще не проснулись. Но все-таки уже мы с вами 20, полчаса уже с вами на связи, больше даже. Чувствую, мы час у нас займет. Да, конкретики на фотографии хочется больше. Здесь, видите, у нас передний план появился, задний план. Какой-то. И уже поточнее стало. И вот мужчина в одежде что-то вещает. Здесь, возможно, нужно было брать точку ниже. Может быть, кадр чуть ниже брать. И точно так же искать решение. У нас, видите, снимок, если разделить на две части, на верхнюю и нижнюю, то в верхней части у нас просто дом. А в нижней части у нас что-то происходит. Почему у нас здесь квадратный формат? Какая здесь необходимость этого формата? Если бы мы взяли здесь горизонтальный формат и попробовали бы взять точку ниже, или даже не точку, может быть, чуть-чуть точку ниже, чуть-чуть по кадру взять, ниже чуть, ну, снизу больше взять земли, и сделать это в вертикальном, в горизонтальном формате, то, скорее всего, получилось бы интереснее. Помните, мы проходили правило третий? У нас правый верхний угол на себя берет внимания очень много. У нас здесь правая верхняя точка пресечения – это что? Это вот какое-то здание отдельное, и на этом здании там прям точка у нас получается в этом месте. Она на себя притягивает внимания очень много. Зачем нам нужна эта точка? Ее нужно стараться убрать. Точнее, нужно здесь акценты ставить. Так. Как-то я сегодня у вас... Мне интересно так получается. Мне нравится то, что вы сняли. Я готовил презентацию хорошо-хорошо, но когда вот так вот разбираем ошибки, то получается как будто бы негативная оценка. Нет. Нужно просто идти и делать еще. Все хорошо у нас. Позитивная оценка. У нас есть истории, у нас фотографии уже отличаются от того, что было. У нас есть прям положительная динамика. Но действительно есть фотографы, которые снимают год, два, три за деньги снимают, и на месяц топчутся, никуда не растут. Мы растем. Нужно больше снимать. Хочется так. Мало посмотреть поближе. Да. Так. Здесь я не пойму, что происходит. Пустой зал. Почти пустая комната. На переднем плане у нас стул. Очень много внимания. Если снимок о том, что кто-то не пришел, что кто-то должен был прийти, а его пустое место, и еще два человека не пришли, тогда я понимаю. Если фотография не об этом, тогда я не понимаю. Тогда нужно было идти туда, ближе к детям, показать, чем они заняты, или чем молодой человек занят. В общем, смотрите, здесь у нас на всех фотографиях не хватает конкретики. Нужно подходить ближе, смелее, раскрывать то, что происходит. У нас здесь везде один момент, который мы не используем, вот этот вот прием. Вот, видите, здесь взяли точнее, ближе, крупнее, и уже что-то происходит. Но здесь у нас получается внимание, между чем и чем распределено. Давайте, включайтесь, пожалуйста, в беседу. Что у нас здесь на снимке? Что вы видите здесь на снимке? Как распределяется ваше внимание? Какие у вас вопросы по поводу этой фотографии? Так, я жду. Да, конечно, Лис, тут Лис главный герой вообще. Он стоит и смотрит. И он у нас хорошо, у нас на снимке попался. Лис у нас там получился. Он у нас красивый такой, стоит у нас, смотрите. В правой... У нас лицо Лиса, морда Лиса практически находится в правой верхней точке пересечения. Вот это по правилу третьей. Все внимание на Лиса. А главный герой у нас, если он главный герой, я уже не пойму, у нас Лис главный герой здесь. Получается. А хотелось бы, чтобы у нас девушка, видимо, по сюжету была главной героиней. А девушка у нас где-то в центре, снизу, и немножечко у нас она смазалась. И все, мы потеряли снимок из-за этого. У нас здесь, в этой всей серии, неправильно расставлены акценты. Нужно понимать, что на снимке главное. И это главное, чтобы было действительно в сфотографии поставлено таким образом, чтобы зритель точно понимал снимок об этом. Здесь фотограф хотел показать, что девушка, эмоцию девушки, что она с чем-то не согласна. А мы девушку вниз, где-то там у нас она внизу находится, Лис у нас занимает главную позицию, и внимание теряется. Вот и все. Но девушка у нас... Подождите, давайте посмотрим. У нас Лис четкий, а лицо девушки не четкое. Правильно я вижу? Посмотрите, может быть, вы лучше меня видите. Насколько я вижу, у нас Лис получился точнее. Может быть, фокус там точнее. Либо просто на движении у нас девушка немножечко смазалась. Есть такой момент или нет? Я просто, когда показываю вебинар, я не вижу фотографию в большом качестве. Это нужно мне на мониторе смотреть, на большом. Тогда бы я видел. Да, либо фокус на Лисе, либо просто девушка. Скорее всего, по движению, потому что рука у нее в фокусе, и Лис в фокусе. Мне кажется, здесь в фокусе все просто на движении смазалось немножечко. Так. Вот здесь интереснее. Здесь интереснее у нас. Даже, смотрите, у нас здесь передний план есть, но передний план у нас здесь работает, много на себя внимания перетягивает. Не так сильно, как на тех снимках, не так страшно, но все равно. Красивый передний план, красиво лежат папочки, красиво лежат, стоят стаканчики. Если хотели именно так, то, конечно, то можно. Но зная то, что автор очень любит самое главное оставлять на второстепенном плане, то, возможно, автору стоит в этих случаях подходить ближе к героям, либо сдвигать на бок вот эти вот предметы, которые нас отвлекают. И у нас действительно что-то происходит интересное. У нас здесь девушка одна, с другой девушкой сидят, сзади мальчик думает. И уже историю более... Может, больше как бы проникаемся этой историей. Мы глубже там. Согласны или нет? Видите или не видите? Скажите мне, что вы думаете по этому поводу? Так. Ух, как-то с утра у нас сегодня непросто идет. Да, можно, да. Как вариант, можно, чтобы было поближе, просто поближе чуть-чуть. В общем, этому... Ну, и здесь то же самое. Здесь то же самое. Здесь у нас лис на себя вперед, слишком много внимания. Все. Так, кто это у нас? Сейчас давайте я посмотрю, забыл. Чьи фотографии у нас? Ага, Ирина. Значит, вам самое главное научиться понимать, что в кадре... Должно быть... Что в кадре должно быть самым важным и отсекать все лишнее. Так. Ну все, мы уже посмотрели все снимки. Здесь понятно. Татьяна. Татьяна, смотрим. Так. Ну, пишите, что думаете. Пишите, что думаете. Татьяна, кстати. Татьяна, вы на связи? Татьяна, вы здесь? Не уложились, мы 40 минут. Да, у нас, смотрите, у нас здесь интересный сюжет. У нас действительно пойман момент. У нас девушка и мальчик. Как кадр, не может, как из какого-то сериала даже. Ну, а у нас здесь не очень точно скомпонован снимок. Вот этот вот знак на себя, очень много внимания привлекает. Знак. Просто вытягивает на себя внимание. Хочется поменьше воздуха сверху и чуть побольше воздуха места снизу. И чуть, может быть, крупнее. Все, что нужно было сделать. Все правильно. Чуть крупнее и чуть ниже. Вот и все. И можно, ну, можно было такой снимок сделать. Но если у вас этот вот знак внимания так слишком много на себя вперед, то как в то можно было сделать еще дубли со стороны молодого человека, чтобы девушка к нам ближе была больше на нас лицом, а молодой человек немножечко сзади. И с другой стороны. То есть сделать три снимка нужно было. Такой. Чуть крупнее и чуть ниже. Больше на девушку и больше на молодого человека. Все. То есть он неплохой, но не вытянутый. Хорошо. Будем чаще разбирать. Я просто не успеваю. Мы же еще курс нужно создавать. И мы с вами делаем все. И я пытаюсь еще как-то запустить курс. И давайте, давайте будем разбирать снимки чаще. Хорошо. Я полностью согласен. Полностью с вами согласен. Но вы не расстраивайтесь, потому что я вас никуда не отпущу. И мы с вами все научимся снимать. У нас курс закончится. Вот основной сколько занятий. И мы с вами никуда не будем разбегаться. Мы с вами будем продолжать заниматься, пока вам самим не надоест. Пока вы скажете, все, Василий, хватит с меня. А, подождите, подождите. Куда мы убежали? Вот снег. Уже интереснее. Намного интереснее. Точку съемки чуть-чуть можно ниже и чуть-чуть поточнее с композицией. Вот девушка, опять же, может быть, нужно было... Но... И Татьяна, вы пробуйте влево-вправо, влево-вправо. Такие моменты тоже пробуйте. В целом, репортаж неплохо для репортажа, очень даже... Очень даже хорошо. Эмоции девушки слева есть. И эмоции девушки, которые вот... Ну, с косичкой тоже есть. Здесь нужно делать больше дублей и искать. Видите, у нас получилось случайно как раз... Такие моменты происходят, ничего не поделать. Получилось как шапочка у нас у этой девочки, задний план. И как люстра какая-то у нас получилась. Но можно не обращать на это внимание, а можно обращать. Лучше делать в таких случаях просто дубли и искать лучше точки. Неплохо, но вы поняли, что вам нужно делать. И скорее всего, в остальных снимках то же самое. Как удивительно, я сейчас впервые замечаю, что у человека на одном снимке видно какие-то нюансы. И они на протяжении всех снимков сохраняются. Так, ну здесь... Здесь получше даже получилось. Ну, в принципе, то же самое. То же самое. Чуть ниже точку и можно искать решение. То же самое. В общем-то, неплохо. Видите, у нас чуть-чуть сместилась точка. И вот этот на стене... Что это такое? Это же не пойму. Какой-то предмет на стене чуть больше стал из-за головы выглядывать. И меньше на себя. Не то, что меньше на себя внимания. Перестал создавать иллюзию того, что это что-то торчит из головы. Понятно, что это отдельный предмет, а девушка отдельно. И что-то поймали. Какой-то момент интересный. Рука. Одна девушка другую схватила. Это хорошо. А Татьяны нет, что ли? Мы разбираем снимки, а Татьяны нет. На утро записалась и не пришла. Я правильно понимаю? Так получилось? Разве так можно? О, хорошо, хорошо. Но, в принципе, можно и так. Ее нет. Ну, не будем тогда долго снимки разбирать. Ну, как так? Ждали и не пришла. Эмоции есть. Все хорошо. Все отлично. Нужно делать дубли. Нужно делать в таких случаях еще кадрю. У меня вопросов нету особых. Но можно было чуть попробовать. Чуть общее, чуть ниже. Но вот это получилось, получилось, не получилось, не получилось. Все, все отлично. Все нормально. Это нормально на репертаже. Это так и должно быть. Репертаж есть репертаж. Поймали нужную эмоцию. Самое главное. О, тоже поймали нужную эмоцию. Все на месте. Но точку, может быть, стоило ниже, может быть, стоило поискать точку. Ну, получилось, получилось, нет, не получилось. эмоции есть. Репертаж, он даже когда фотографы снимают даже со светом, грубезительно так он и выглядит. В этом плане хорошо. В этом плане хорошо идешь, что ты что-то дай. И здесь нужно, главное, не теряться, а делать шаг влево, делать еще кое-что, еще кое-что, если есть такая возможность. Может быть, так и было сделано. Может быть, это лучше из того, что получилось. И получилось классно. Раз, два, три, четыре, пять людей и пять эмоций есть. У всех видны эмоции. Можно было попробовать чуть-чуть ниже точку. Ну да, здесь тот случай, когда стоило снимать сверху, когда здесь понятно. И здесь много-много людей. Все есть. Но вот голова... Меня немножко смущает то, что... Видите, такое бывает. Такой бывает, не репертаж, есть репертаж. Но все-таки пробуйте делать еще дубли. Вдруг получится чуть-чуть удачнее. Видите, у нас на переднем плане голова без плеч совсем. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть плечики были. Для этого нужно чуть-чуть шажочек назад, маленький, и чуть-чуть пониже. Если так получилось. Если не успевали, если не было такой возможности, то и так ничего страшного. Но если бы так получилось, было бы лучше. все, что хотел сказать. Ох! Что думаете, напишите. Напишите, что думаете. То здесь один, как будто бы. Так, что-то мы с вами... Как мы с вами все успеем? Ну, сейчас постараемся побыстрее. А мне нравится. Мне нравится. Мне кажется, вот... Ну, может быть, самую капельку, самую капельку можно, чтобы девушка у нас вот так вот сильно ухо у нее не отрезалось. Но меня сильно ничего не смущает. По-моему, классно. У нас фокус на переднем плане. Ну, не на переднем плане, на девушке. Сзади молодые люди у нас в расфокусе. И так получилось, в общем-то, классно получилось. И у нас главное на этом снимке получается эта девушка. Она симпатичная у нас здесь. Смотрит с интересом. А сзади что-то там происходит. Если снимать про девушку, то великолепно. А сзади у нас в расфокусе. У них что-то там поломалось. И эмоции есть. В общем, в... Орошен фото. Так, это я не понял, что это. А, хорошее фото. А, так тут... Угу. Да, мне нравится этот снимок. Ну, такой. Просто снимок. В общем-то, все есть. Точку можно ниже было здесь чуть-чуть. Хотя... У нас тогда люди сзади исчезнут. В общем... Думайте, смотрите сами всегда по ситуации. Меня все равно не будет никогда. Никакие... Всегда рядом книги никакие. Вас точно... Точно по инструкции нельзя все равно снимать. Нужно всегда думать. Это самый надежный способ. Просто думайте по ситуации и смотрите. Я не знаю, что здесь происходит, но если это часть какой-то истории, то нормально. Репритаж есть репритаж. Может быть, стоило точку ниже взять. Может быть, не стоило точку ниже взять. Может быть, стоило чуть пониже кадры взять. Может быть, не стоило. Ну, чуть поплотнее, может быть. Ну, нюансы, тонкости. Вот он такой простой... Простой снимок. Здесь обсуждать особо нечего. Никаких особых... Особых выдающихся моментов здесь нет. Ну, никаких ошибок грубых нет. Так. Может быть, можно было поближе. Но если бы поближе, то получилось бы, знаете что? Получилось бы больше, как на последний звонок все встали. А из-за того, что здесь место есть, в правой части на снимке место есть, то понятно, что они куда-то смотрят. Тогда как бы он сбоку немножечко получается. Вот, может быть... Мне кажется, надо было здесь все-таки не заморачиваться, то, что сзади людей мы увидим. Ну, потеряли бы кого-нибудь сзади. Там, молодого человека потеряли бы, еще кого-то потеряли. Но взять точку ниже. Просто взять точку ниже. И все. Все, что можно было сделать. Да-да-да, все правильно. Это не так-то просто. Все на месте, все нормально. Так, Евгения. Так, Евгения. И после Евгения мы уже переходим к постановочной фотосессии. На постановочной фотосессии оказалось, что ее сделали не все, так что мы перейдем с вами ее быстрее. Так. Это у нас репортаж? Хорошо. А это у вас объектив, правильно я понимаю, что у вас портретный объектив, и задний план у вас размывает? Так дело было? Напишите. Ну, видите, семейное, ну, да, оно там все так переплетено. Я не могу разобраться. Если вы можете разобраться по жанрам и сказать, Василий, вот это так, а это так, то объясните мне, расскажите. Я не могу, я запутался. С одной стороны, фотография репортаж, с другой, она семейная. При этом она может быть постановкой, если не репортаж. А если чуть-чуть мы поправили, считается ли это или не считается. Так все запутано. Не так уж и важно. Нам важно, что это фотография про семью, про наших детей. Это самые незнакомые дети играли. Незнакомые дети, все хорошо, точка-точка стоила пониже, брать ниже и левее точечку можно было брать и искать. В таких моментах просто нужно искать, искать, искать еще. Ну, интуитивно потом больше снимать и интуитивно будете искать более удачные точки, и они будут лучше находиться. Мне кажется, здесь нужно было взять точку ниже и левее, левее кадр взять. Тогда бы больше видели лица девушки, больше видели лица ребенка. Рука получилась бы у нас как бы не от нас больше. Но оно здесь и так нормально. Но если бы девушка на нас смотрела, либо поискать, либо в другой ситуации можно было бы. По-другому можно было бы дождаться момента, чтобы вот эта вот светлая девушка на нас посмотрела. И тогда получилось бы тоже интереснее. В общем, получается, лица не видим ни одного ребенка, ни другого ребенка. И точка съемки у нас могла бы быть немножечко пониже. И у нас то, что вот интересные такие моменты на снимке, то, что дети складывают, желтые, оранжевые пятна. Они же интересные, но они у нас где-то в углу кадра, где-то спрятались совсем. Да, убежал от молжа. Ну, хорошо, что успели, то и сделали. Что смогли, то смогли. Хорошо, хорошо, нормально. Это репертаж, я все отлично понимаю. Это... Вопросов нету. Давайте так вот. Если вы пошли снимать в фотостудию, если вы готовились, если у вас есть час времени, чтобы сделать три лучших фотографии, тогда спрос у вас будет серьезный. Ну, как серьезный? Тогда не так руку положили, не тот взгляд, чуть-чуть не туда шею повернули. Все. Я тогда буду спрашивать за каждый этот момент. Никаких оправданий быть не может. Когда снимаем репертаж, там доля секунды, может быть, мгновения, его нужно успеть снять. Тогда какие могут быть вопросы? Как там, точка не очень удачная, чуть-чуть выше, чуть ниже. Ну, вы старались поймать нужные моменты. И самое главное, чтобы поймали. Здесь у нас смазался снимок, технические моменты. У нас здесь девушка смазалась. Видите? Девушка, которая справа от желтого шарика. Просто у нас не хватает выдержки здесь. Слишком длинная выдержка. Ну, что сделать? Ну, ничего не сделать здесь. Ничего не сделать. Смотрите по настройкам. Может быть, есть возможность чуть-чуть поднять ISO. Если не сильно шумит. Тесты ISO мы же сами делали. Поднять немножечко ISO и сделать сканирующую выдержку. Если есть, если такая возможность есть. Если нету, ну, значит, смириться. Вот так вот. Здесь красиво падает цвет. И интересный сюжет у нас здесь. У нас здесь девушка, смотрите, как, например, в красном. Прям в таком движении запечатлена. У нас интересно здесь. Люди в кадре распределены. У нас и мальчик спереди, и два героя справа. И прям, прям интересно. Классно пойман момент. Но чуть-чуть смазался снимок. У нас смазался снимок. Телефоны, ну, я думаю, что прям вот следующее поколение телефонов уже будет на голову выше. А навык у нас остается не на ближайшие полгода. А на всю жизнь у нас навык, которому мы научились. Да, надо было в стоперат. Так у вас есть и в стоперат, и телефон? Правильно понимаю? То же самое. Точка, точка чуть ниже. Видите, ловите эмоции. Больше нужно вам, больше нужно показывать лицо и точку ниже. У нас, ну, все отлично, у вас все хорошо. Вам просто, вам просто нужно снимать больше на, 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 нафтоперат. Видите, мы взяли бы точку ниже, у нас бы девушка на заднем плане не была бы без головы отрезанная. И нужно стараться показывать больше лицо. То есть вы эмоции, момент нужный ловите, но как будто вы боитесь, что вас увидят. Нет, надо чуть смелее быть. И точка съемки. Тут у нас вопрос со светом. У меня сейчас вопрос по свету. Надо запомнить эту фотографию. Посмотрите, какие у нас здесь агрессивные такие тени под глазами получились. Видите? Если ребенок что-то делает, им вроде как интересно, но взгляд опустил. У нас здесь такая тень, она как... Видите, она... Не просто тень, а такую форму еще интересную имеет. Такую чуть, она агрессивная получается, эта тень. Вот и все, вот и все, что мы можем здесь сказать. То есть из-за этой тени уже ребенок не получается. Добре он. Такой какой-то злодей получается у нас. И тень... Может быть, можно было попробовать точку съемки ниже. Или дождаться, когда взгляд человек поднимет. Если бы так получалось. Нет. Ну, значит, другой снимок делать. Но здесь вот тень просто... Ну, свет у нас был где-то прям над нами. Свет над нами был. И поэтому такая тень получилась. Все. Девочки. Да, больше лица... А у нас здесь, у нас, видите, этот же... Для меня сегодня откровение. Никогда не замечал это. На одном снимке есть какой-то момент, проявляется на остальных снимках. Здесь то же самое. Больше лица хочется видеть. Все правильно. Здесь то же самое. Можно было попробовать чуть ниже точку и чуть больше на лица. И у нас задний план бы сместился. У нас, видите, за лицом у нас что-то белое там непонятное. Меня отвлекает. Меня лично отвлекает. Хочется здесь сделать шаг влево. Или два шага влево. И чуть ниже точку взять. Вот и все, что хочется. Но если успели только так, если это было там важным... Такой супер момент, то хорошо. Но судя по тому, что ребенок увлеченно куда-то смотрит, судя по тому, что девушка, видимо, кого-то слушает, то возможность такая была сделать шаг или два налево и чуть-чуть ниже точку взять. Была такая возможность или нет, скажите. Набежите, пожалуйста. Была такая возможность? Час уже. Час, час, час. Как время бежит? Как это сделать быстро? Не получается это сделать быстро. 40 минут. Но не знаю, как пойдет. Час. Оп. Прилетел. И даже не замечаем. Хорошо, хорошо. Если так долго, то... Мы по свету подготовили. С женой там совещались. Понятно, непонятно. Весь текст. Фотографии не подобрали для примеров. Но если так долго будем сегодня со всеми заниматься, то, не знаю, завтра тогда выйдет занятие по свету тогда. А сегодня тогда посвятим занятие вашим фотографиям. Размору ваших фотографий. Могла сместиться. Ну вот. Вот такой момент у вас. Вам нужно точнее смотреть за положением. Точку съемки чуть ниже прядь. И больше стараться показать лицо. Так. Здесь какой-то момент у нас есть. Что-то интересное здесь происходит. Ну, как бы, да, а как бы и непонятно. То же самое мне. Я думаю, что просто надо... Вам двигаться больше нужно. Вам нужно быть более подвижной, мне кажется. Отсюда зайти, отсюда, отсюда. Левее, правее шаг. В общем-то, здесь есть эмоции. Отрезали ниже колена. Не очень смотрится, но... Может быть, и можно здесь... Так вот сказать, ладно, пусть будет ниже колена. Ну, не по сустав, не по сустав. Ниже колена. Ну, хорошо. Иногда так делают. Но... Вроде как и да, вроде как и нет. Дверь еще. Дверь на себя. Внимание сколько на себя запирает внимание эта дверь. Не знаю, мне кажется, нужно больше ходить. Здесь больше ходить, больше двигаться и искать. То есть у вас получается, но больше нужно... Подвижнее, подвижнее, подвижнее нужно быть. Мне так кажется. Я не знаю. Сложно. Вот препаратажу здесь сложно. Оно есть. Девушка одна, понятно, что смотрит на другую. Другая с чем-то не согласна или о чем-то думает. И одна девушка в левой части, а другая в правой. Да, это есть, но у нас еще посередине дверь большущая получилась. Тапочки. Это все на себя перетягивает внимание. Может быть стоило... А ну, прям, смотрите, у нас тапочки. Прямо посередине кадра у нас... Посередине кадра у нас линия. И внизу у нас два розовых тапочка и два фиолетовых еще от них. Но они на себя перетягивают все это. Скорее всего, нужно было два шага вправо сделать. И сделать еще дубль. Мне так кажется. О! Посмотрите. Мы открыли лицо. И что поменялось у нас? Напишите, напишите, что вы думаете. Видите это или не видите. Больше стало лица. И все. И фотография начала открываться. Чуть много у нас воздуха здесь над головой. Ну, это можно будет подрезать. Но если репортаж снимали, ну, такое бывает. Много воздуха потом, когда обработку небольшую делаете, подрезаете. Но старайтесь, чтобы воздуха лишнего не было. Хотя, как получится, я знаю. Но лицо мы открыли и получилось у нас интереснее. Да, смысл фото появился. Здесь то же самое. Ну, все. Мне кажется, можно одну фотографию разбирать и остальные просто показывать. То же самое здесь у нас. Эмоции есть, но два шага вправо стоило сделать. Два шага вправо. Вы сбоку прям двух людей снимаете. И девушке, которая справа, у нас толком лица не видно. Ну, не видно, тогда давайте совсем покажем ее чуть-чуть сзади. А девушка, которая слева, там же какая-то особая эмоция есть. Ну, раз снимок, шаг вправо, еще снимок, шаг вправо, еще снимок. Таким образом. Там же прямо что-то с ней происходит. А мы сбоку сняли, и не совсем видно. У нее же глаза закрыты. Ну, классно же. Но нужно было сделать шаг вправо. Согласны со мной? Что вы думаете? 10, 10. Время летит. Хорошо. Идем дальше. У нас время летит с вами. Чувствую, придется занять и переносить. Так, а у нас... Это у нас крайний снимок из этой серии, да? Нет, еще один есть. Эмоции есть. Все здесь есть. Хорошо. Просто у нас смазался. И я, если есть возможность, мне кажется, здесь шаг чуть-чуть левее, чтобы у нас стол ушел. У нас хотя... Ну, может, и не критично. И чуть-чуть у нас пальчики отрезались. Может быть, ну, пробовать, если есть возможность, чуть-чуть дальше и чуть-чуть-чуть налево. И ребенок у нас смазался. Но что поделать? Что поделать? Телефон не хватает света, смазывается. Просто ничего не делает. Стол вишни, да. Воздух... Ну, воздух есть немножко. Ну, а как воздух над головой? У вас же человек лежит вдоль снимка, слева-направо. Вы его как по-другому возьмете? Вы либо чуть больше пола просто можете взять. Ну, можно было. Просто человек так располагается, что в любом случае у вас получится либо пол чуть-чуть больше будет, либо чуть больше воздуха получится над головой. Мне в данном случае слишком это не смущает. Можно было чуть меньше воздуха над головой взять, конечно, и чуть больше пола, но не критично. А вот сделать шажочек левее, скорее всего, скорее всего, было бы актуально. Но у нас все равно смазался снимок мощности телефона не хватает. Проблема большая, большая проблема. Классный момент, интересный момент у нас здесь. Но не скомпоновали мы красиво. У нас там ботинки с бахилами сзади. Ребенок ползет. И здесь двое детей у нас в нижней части кадра. Нога отрезана. Ну, искали, смотрели. Нужно искать, смотреть еще здесь. Как иначе здесь? Никак иначе. Так получается. Там розовые какие-то. Ну, да, здесь верхняя точка съемки. Если была возможность, значит, нужно искать еще на месте. На месте искать. Удаленно сложно понять. Если бы мы с вами вместе были, то можно, допустим, я вместе с вами бы шел и искал бы вместе точки. И мы смотрели бы, разбирали бы. Но здесь, ну, искать точки. Искать еще точки. По-другому здесь не скажешь. Если вот такой момент был, и вы были в этой точке, то успели тогда так снять. Ну, хорошо, тогда так успели. Но, возможно, можно было присесть. Я не знаю, что на заднем плане там. Но если там ничего ужасного не было, то можно было бы присесть. У нас бы ушли туда ботинки. У нас бы ушел ребенок. Мы вообще бы не видели, который ползет. И у нас такая бы искремата труба у нас получилась спереди. Один человек и сзади вот эта вот девочка была бы. Ноги бы ушли, но у нас бы получился, скорее всего, поясной план. Нужно пробовать, нужно делать. В общем, вам нужно больше двигаться. Менять точки. Менять точки влево, вправо, выше, ниже, если нужно. Ух, мы с вами репортаж разобрали. И у нас ушел на это целый час. Нам нужно с вами сейчас за 15 минуточек, за 20 минуточек разобрать остальное. Не было возможности присесть. Ну, да, да, да. Я понимаю, бывает, что есть возможность, бывает, что нет возможности. Репортаж это подразумевает, что вы ловите момент. Получилось хорошо, не получилось, ну, ушел момент. Такое бывает. Когда у вас позволяет ситуация поставить все красиво в студии или на улице, то там другие требования. А здесь так, здесь именно так. А теперь мы, да, Евгений, а теперь мы в другую, ну, наоборот, идем. Тот, кто у нас первым был в первом списке репортажной съемки, теперь у нас будет в конце. Так, Евгений у нас первое. И напиши, как это так. Так, я ничего не нашел. Я не нашел снимки на постановочную фотосессию. В чем дело? Так. Выложил, а я не нашел. А вы в том задании выложили? Вот, занятие номер 12, правильно? Там это? Так я сегодня, я не знаю, когда, может быть, это выложили позже. Ну, в общем, в общем, если хотите, давайте, мы с вами не онлайн, давайте тогда, давайте, что делать тогда? Ну, давайте разберем это тогда обычным образом. Если это я виноват, прошу прощения, я несколько раз пролистал, не увидел, не увидел здесь снимки. Может быть, они не пригрузились в этот момент, может быть, какая-то нестыковка. Да, там. Хорошо, мы с вами тогда что-нибудь придумаем еще отдельно. Прошу прощения, что не увидел. Такое вот, наверное, поздно выложил. Ну, наверное, потому что я несколько раз, несколько раз пролистал, нету. Вот, видимо, когда я искал котика, вы выкладывали. Татьяна, которой сегодня нету, то же самое, я не нашел снимков Татьяны. Так, Ирина. О! На мостик мы встали, на мостик мы встали, но почему мы завалили... Это же у нас постановочная фотосессия. Почему мы завалили горизонт и почему мы подрезали ножки. Зачем здесь квадратный формат? Не понимаю, какая здесь необходимость была в нем. Если такой мы взяли особенный формат, то нам особенно точно надо делать снимок. Если вот мы такой еще и формат решили специальный взять, то тогда наш снимок должен быть прям идеальный. Тогда понятно будет, мы взяли и формат особенный, и вот он у нас туда вписался. Кстати, если бы здесь мы точно все скомпоновали, то такой формат был бы уместен. Но нужно было взять реальный горизонт и ножички, чтобы мы не подрезали. Вот и все, что нужно было сделать. Так мне нравится. Да, мостик, да, интересно, классно. Но вот этот момент. Единственное, лица не видно, но я не знаю, может, это мне нужно спросить зрителей, как вы думаете. Точно так же. Василий, а что это делать? Там все пять человек, не знаю. Но мы сможем с вами отдельно встретиться и пообщаться еще. Евгений, не переживайте. Мы с вами постараемся сегодня еще просто давайте спишемся и обсудим ваши фотографии. Ну, сколько у нас, 10 минут, 5 минуточек у нас это займет. С одной стороны, на этом снимке интересно в этом плане, с другой стороны, может быть, я не знаю, напишите, как вы думаете, нужно ли здесь, чтобы было больше видно лицо или так нормально. То, что горизонт точнее нужно было поставить, и то, что точнее нужно было закомпоновать, это точно. По поводу лица не знаю. Смотрите сами, как вы думаете. Давайте спросим остальных. Да, может быть, ребенок мог бы повернуть лицо, или можно было бы попробовать точку съемки сместить. Этот момент мне немножечко смущает. Ну, это так все равно, я тоже не знаю. Да, непонятно, тяжело сказать. Но это по ходу дела должно смотреть. Но то, что точно, это горизонт и компоновать точнее. Для постановочной фотосессии это не годится. Если бы это был репертаж, сказал бы, ну ладно, ладно, хорошо, поймали момент, вот ребенок на празднике так устал, и вы быстро успели, а он устал на долю секунды. Нет, здесь это был не репертаж, здесь это была постановочная фотосессия. Здесь можно было снимать точнее. Так, опять же, здесь видите лицо, прям у нас лицо не видно. Мне кажется, что нужно переснять. У нас ребенок есть, у нас все для этого есть, и нужно искать более удачные точки съемки. Не так просто, да, не так просто, но точнее нужно. Мне кажется, здесь лицо все-таки просится, чтобы лицо было. А как снять, не знаю. Не знаю, как снять. Прям вообще не знаю, как вот эту вот такую позицию нужно снимать. Можно попробовать вот со стороны ножек снять. Спереди странно будет. Я не знаю. Давайте, давайте пробовать. Ирина, давайте пробовать и сделать еще одну съемку и смотреть, как будет получаться. Как снять этот кадр, не пойму. Там даже не знаю. Но давайте поищем, может быть найдем. Может быть, чуть может быть взять точку съемки выше. Может быть, попробовать левее, правее зайти. Может быть, там ниже. Не, 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 никого обманывать не буду. Не пойму, как это снимать. Нужно. Давайте сделаем еще вот эту вот фотосессию еще раз. Может быть, может быть, сверху попробовать. Надо пробовать. Точно, точно сказать, как будет хорошо. Здесь, видимо, из нас никто не может. Нужно будет сделать еще одну эту фотосессию и сделать ее классно. Кстати, смотрите, у нас здесь ковер есть. Может быть, его вообще свернуть и на полу сделать, чтобы... А, может быть, если, конечно, ребенку удобно делать на полу. Или ковер туда больше подтянуть, чтобы не было. Что часть пола, часть ковра, получается, лишний раз мы внимание там еще беспокоим. Вот здесь вот камера лишнего. Если она может сидеть на полу, тогда камеру просто отодвинуть и все. Все хорошо, все, все хорошо. Точку можно было попробовать чуть-чуть ниже, хотя и так. Нормально. Все на месте, все ребенок хорошо. Можно пробовать в таких случаях, чтобы задний план как бы был чуть больше сзади. Ребенка чуть ближе пододвигать, если есть такая возможность. От заднего плана как бы чуть-чуть отодвигать его. Может быть. Все на месте. Все отлично. Что-то все равно не пойму. Какое-то напряжение, что ли, какое-то небольшое есть. Что вы думаете? Напишите, что вы думаете. Какое-то... Чего-то кого-то не хватает. Маленечко. Не пойму. Чуть-чуть чего-то не хватает. Точку чуть-чуть пониже можно. Может быть, не характерная поза, потому что детей так видеть. Пусть усилия напряженная. Убрать сверху, что убрать? Место? Да, ну, не смущает место над головой здесь. Ну, вот такой есть. А как место над головой? Он же формат такой. Как мы здесь вместо над головой примем? Как будто напряжение много здесь. Может быть, это не просто по работе с моделью. Такой момент. Как будто вот сильно напряжены. Но если такая была задача... Ну, в общем... Все нормально. Все хорошо. Тут камеру можно было убрать. И точку чуть-чуть попробовать пониже взять. О! Ну, классно! Ну, эмоции! Ну, отлично! Ну, все отлично! Супер! Да, рука не попала. Но интерпретаж. Зато поймали момент. Здесь, да, здесь... Может быть, чуть-чуть можно было попробовать скомпоновать по-другому. Звук пропал. Кто меня слышит? Звук попробуйте перезагрузить. Попробуйте перезагрузить. Классная фотография. В таких случаях пробуйте делать дубли. Когда у вас там там хорошо получается, пробуйте, пробуйте, пробуйте там еще, еще там... Почему по-другому снимаете? Мне непонятно. Почему здесь квадрат? Чуть-чуть можно было попробовать. Если бы это был горизонтальный формат, чуть-чуть меньше места над головой было бы. И, может быть, левая рука вы поместилась. Так же могло быть? Я думаю, что могло. Не понимаю, какая необходимость здесь именно такого формата. Но если бы так поместилась, было бы классно. И так не критично. Это классно. Это замечательная фотография. Здесь есть эмоции. Здесь вот рука, вот эта вот очаровательная ребенка в правом нижнем углу. Девушка улыбается. Это отлично. Но если была возможность, можно было посмотреть, взять чуть-чуть меньше неба, воздуха над головой, и взять горизонтальный формат, тогда бы еще бы и левая рука у нас попала в кадр, и было бы классно. Презагрузила, все равно не слышу. А у всех есть звук. Здесь у меня показывает, что звук есть. Может быть, у вас на компьютере что-то. Что может быть? Как время летит, как время летит. 10.25. Что делать, что делать? Ну, будет запись, будет запись, Наталья, не переживайте. Будет запись. Попробуйте эту на вашей стороне, видимо, что-то. Если остальные слышат, то это что-то на вашей стороне должно быть. Ну, ребенок, отлично, хорошо. Так, вот этот горизонтальный формат здесь. Лучше будет здесь с горизонтальным форматом. И чуть-чуть смазался у нас. Если у нас возможно, мне кажется, что немножечко снимок смазался. Здесь плохо видно. Если снимок смазался, то значит, ну, вы знаете, что делать, если снимок смазался больше света. Или, если возможность, выдержку взял в покой ручь. Если возможность сделать дубль. Не вижу здесь оправданность этого формата квадратного. Не вижу здесь необходимость снимать квадратно. А так, ребенок, хорошо, эмоции есть. Все на месте. Может быть, чуть-чуть много места спереди, чуть-чуть много места снизу, сзади. Ну, точнее с композицией. Опять же, смотрите, какая классная эмоция. Какой момент поймали. Великолепно. Великолепно. Чуть-чуть точнее. Вот, если бы была возможность, чуть-чуть, если бы вы поймали еще точнее, было бы круто. Да, хорошо. Хорошо, Ирина. Тогда в записи. Классно. Классный момент. Но вот ручка у нас не попала. Если бы у нас был горизонтальный формат, то и ручка бы у нас попала в кадр вся целиком. И было бы лучше. Вот и все. Эмоции великолепные. Просто класс. Почему? Почему у нас подрядный формат? Он здесь нам мешает, нас ограничивает. Так. О, Вера. Так, хорошо. Так, что-то мы здесь делаем. Ипортаж, да. Все, мне нравится здесь. Точку ниже здесь. Если возьмем, тогда мы не будем видеть, что здесь происходит. Все эмоции есть. Все нормально. Вера, что-то мы прям сегодня пьем. Что-то... Как так получается, что одних хвалю сегодня, а других нет. Но здесь, здесь классно. Здесь все хорошо. Может быть, чуть-чуть можно было поменьше места справа оставить. Может быть, и так хорошо. Ничего критичного здесь не вижу. Здесь просится точка съемки ниже. Ну, как-то... Какой-то он странный маленечко получается снимок. Если вы делаете уже постановочную фотографию, то смотрите за задним планом. Почему у нас на заднем плане выключатель? Почему у нас на заднем плане, видите, за шнурой какие-то там вещи? У вас здесь есть возможность снимать так, как нужно. Есть возможность подобрать задний план. Есть возможность точку съемки брать нужную. Это не репертаж. Это постановочная фотосессия. Вы можете сделать дубли столько, сколько нужно. И смотреть за задним планом. Такие вещи здесь уже непростительные. И не буду на это закрывать глаза. Поэтому здесь за этим нужно смотреть внимательнее. Ну, многие... Ну, я не понимаю такую позицию. Она достаточно странная. Но может быть, может быть, вот ребенок балуется. И таким вот образом. Но по поводу заднего плана у меня много вопросов. Здесь. Только, пожалуйста, разберите мои фотографии. Обязательно запись пересмотрю. Да, конечно, мы все фотографии разберем. То же самое. Задний план у нас здесь нормальный. Точнее, прям даже хорошо у нас там. Задний план. Шторы, обои. Они там на заднем плане хорошо смотрятся. Но что у нас здесь с ногами? Нижний... У нас здесь вот ниже колена и почти по щиколотку. Отрезанные ноги. Как они некрасиво смотрятся у нас здесь? Прежде всего, вот эти вот моменты по поводу ног. Значит, работать с моделью здесь еще нужно искать какие-то... Или сделать крупнее, может быть. Может быть, здесь поясной снимок нужен. Может быть, выше колена нужно было отрезать. Может быть, посадить нужно было модель. Но здесь ноги все портят. Это один момент, а другой момент. Но это уже тонкость, знаете вы или нет. Видите, у нас... По кадру, если смотреть, одна рука у нас изящная получается. А другая рука у нас крупная. Получается, что вот эта часть руки... Это женская часть руки считается. Она более такая изящная на фотосессиях. А вот эта часть вот такая вот... Это мужская часть. Если мужчина так вот сидит, это смотрится хорошо, агрессивно. А у нас здесь рука... Видите, такая грубая получилась немножечко рука. Ну, это такие уже тонкости, нюансы. Это такой тонкий момент. Но здесь надо сделать дубли. Делать дубли. Хорошо, еще вот так вот. Так вот с ребенком работа действительно. По поводу шляпы, по поводу того, как она руки свои держит. А по поводу ног плохо. Задний план отличный, а ноги здесь получились у нас плохо. Эмоции у нас здесь отлично. Задний план у нас здесь нормальный. Но точка съемки могла бы быть и пониже. Но здесь уже не так критично. И смотрится это классно. Видите, у нас здесь и рука у нас в кадр попала. Хорошо, и другая ручка у нас здесь на месте. И у нас здесь великолепные эмоции. И задний план у нас не отвлекает. Все хорошо. Но можно было попробовать точку ниже. Но хотя и так нормально. Чуть-чуть-то там подрезать. На обработке чуть-чуть подрезать. Сверху места. Самую-самую капельку. И отличный снимок. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас что? Ну что-то есть у нас здесь. Видите, точку съемки взяли правильнее. И ребенок получился интереснее у нас. Какие-то вещи там у нас рутусные. Все нормально. Вот детей сняли. Все хорошо. Выдающегося особо здесь такого. Ничего не вижу. Но каких-то ошибок нет. Ошибок нет. Все нормально у нас. Эти штуки, если у вас в остановочном фотосессии, эти вот вещи, может быть, можно было расписать больше по кровати. Может быть, было бы интереснее. Видите, они у нас в правом нижнем углу на себя внимание перетягивают. Вот эти красные пятна. И у нас в руках красные пятна. Если бы они были раскиданы, может быть, интереснее было бы. Это уже вопрос вашего творчества. Запросил он расставить. Это на вот этой фотографии или на другой попросили? На той фотографии, где вы специально, да, вот так хотели? Задумка такая была. Хорошо. Отлично. Ну вот, смотрите, отлично. Эмоции. А у вас ребенок упал и все так, как нужно. Класс. Класс. Опять. А здесь ушло у нас. Здесь у нас много-много неба. У нас здесь точка съемки у нас сверху вниз пошла. И, ну, вот пальчики. Ну, не знаю, дело вкусового уже. Вот так вот пальчики. Это красиво или не красиво? Смотрите сами. Ну, технически у нас точка сверху вниз и много неба над головой. Выключаем. Там вот уже задний план. Видите, у нас получается вот эта вот часть кровати темная. На себя внимание много начала забирать. Потому что точка у нас верхняя. И вот эта часть кровати прям посередине. А если мы точку съемки опустим, возьмем ниже, то у нас за голову или за тело спрячется задняя часть кровати. Вот эта темная часть. И она перестанет на себя столько внимания брать. Понимаете? На пальцах кольца. Ну, хорошо. Если вам нравится. Ну, я не знаю, может быть это. Но я не лезу в этот момент. Детские фотографии. Красиво пальчики или некрасиво. То есть один пальчик там, видите, один пальчик вообще не видно. Но если баллится ребенок, нормально, хорошо. Так вот пальчики. Вопрос вкуса. Красиво или некрасиво пальчики. Но вот то, что точку съемки можно было взять другую и скорее всего чуть-чуть крупнее. Это точно. Классно же. Ну, вот здесь все хорошо. Видите? У нас, кстати, посмотрите. Видите, у нас здесь цветочки разбросаны по одеяло. Распределены. И интереснее от этого смотрится. Точно так же можно было сделать и с теми, я не знаю, что это такое. Вот эти вот красные, синие, разноцветные вещи. Если другие варианты. Хорошо. Ждем другие варианты. Классно, отлично. Все хорошо. Меня не смущает. Меня не смущает здесь и небо, и много воздуха над головой. И то, что ребенок посередине, ничего не смущает. Потому что кадр у нас заполнен здесь. Можно было попробовать чуть-чуть. Ну, давайте посмотрим вот так вот. Чуть-чуть можно попробовать справа и сверху чуть подрезать капельку. Тогда чуть интереснее получается. Но, в целом, меня ничего здесь не смущает. Но чуть-чуть можно на проработке чуть-чуть сделать еще интереснее. Здесь, сами видите, то же самое. Здесь у нас верхняя точка съемки. Не знаю, насколько оправдана. В общем, ничего здесь плохого особо нет. Но воздуха здесь над головой. Может и нормально. Может так и есть. Она такая, как постановочная, репертажная такая у нас получается. Как будто бы. Вот она сидит. Но, не, делают же фотосессии, когда много всего над головой. Здесь вполне, мне кажется, вполне может быть. Да, такая вот фотография. Меня не смущает ничего. Так, что думаете? Пишите, что думаете. Вы на связи, устали, уже очень долго получается. Я знаю, очень долго, сам не ожидал. Но мы уже заканчиваем. Мы уже с вами заканчиваем. В общем, 40 минут не получается поместиться. Занятия по свету будем переносить на следующий день. Потому что слишком много всего. Наколдовал. Так. Да, да, интересно здесь. В общем-то, размещена девушка у нас, ребенок в левой части кадры. Интересно. Какие-то там вещи, что-то наколдовали. Задумка все есть. Меня ничего не смущает. Можно было попробовать то, что у нас какие-то вот эти цветочки чуть-чуть поближе, как-то поинтереснее. Но это искать нужно. Искать. Для первого захода великолепно. Для первого захода очень хорошо. Так. Ирина у нас. Так. Это постановочная. Так. Это у нас постановочная, но как репертаж у нас. Мы, значит, специально снимали. Можно и так. Но если постановочная, мне кажется, что крупнее было бы интереснее. Если ребенок увлечен, насмотрит здесь. Не то, чтобы здесь какая-то ошибка. Нет. Но мне кажется, что было бы классно снять здесь намного крупнее. Прямо намного, чтобы у нас верхняя часть, точнее, ну вот, счет это, да, получается. Верхний счет и только попали. И два человека попали. Вот такие поясные планы. У меня нет звука. Ну, хотите, я перезагружу. Давайте я сейчас. Тогда запись. Тогда у нас запись будет неправильной. Тогда у нас запись будет двумя частями. Ну, не переживайте, посмотрите потом в записи тогда. Так вот, сейчас грустный смайлик. Так вот сделаем. Напишите тогда, что... Тогда напишите, пожалуйста, кто-нибудь в чат, что тогда в записи придется смотреть. То есть ошибки никакой я такой не вижу здесь. Ну, ножки, ножки там чуть-чуть у нас видно, не видно. Ну, ладно, это уже... Мы уже докапываемся до таких моментов. А крупнее можно было снять. Была здесь такая возможность. А, вот, мы сняли крупнее. Отлично, отлично. Супер, супер, супер. Сняли крупнее. Тогда это классно получается, что здесь вообще, а здесь у нас крупнее. И мне все нравится. И ребенок у нас смотрит, и женщина у нас, девушка у нас что-то делает, как снимок. Все, все хорошо. И он как репертаж смотрится, но на самом деле постановка. Так, все отлично. Так, можно еще крупнее. Можно было здесь... Это не то, что можно было сделать, просится еще здесь вариант, попробовать взять горизонтальный формат и так вот крупнее взять. Передний план у нас здесь есть. Такой чуть-чуть внефокусе объем. Женщина. Но, может быть, может быть, это такая фотография. Много всего, много всего. Разные цвета. Красный, синий, желтый. Иф, иф. И у нас там вот женщина, женщина и ребенок. Можно было попробовать, чтобы лицо ребенка было видно. Но, как вариант, такой снимок все равно интересный. Но ребенок у нас здесь немножко потерялся. Мне кажется, нужно было поискать момент, что у меня ребенка тоже было видно позвать его. Потому что она такая, как постановка и как сказочная, что ли, какая-то фотография получается. У нас, видите, много всего. И все такое цветное. Но у нас здесь цвета сочетаются. У нас, видите, герои у нас в синим. И у нас на снимке много синего, а также желтый и красный. В этом плане интересно. И даже у нас здесь вот этот фонарь, но у меня он не смущает. Он как будто бы какой-то игрушечный получается. Как будто бы все игрушечное. Задпись. Так. Так. Следующий. Золотая рыбка. Ну, есть. Но это на репортаж больше похоже. Как репортаж у нас. В общем-то, все есть. Но можно было попробовать здесь еще поискать. По-крупнее. Нет, все есть. Все нормально. Все на месте. Но можно было попробовать еще снять крупную. Смотрите, ну ребенок классный. Девушка не стесняется у вас. Если есть возможность чуть покрупнее. А сейчас посмотрим. Если следующий сномор снимок крупнее, значит я. Нет. Но здесь, мне кажется, была возможность чуть-чуть крупнее. Вы знаете, на каких расстояниях уже снимки у вас объективы начинают искажать уже некрасиво. Если у вас только широкоугольный объектив. Ну, попробуйте, если есть возможность. И так хорошо, и так хорошо. Так замечательно. Но можно пробовать крупнее, чтобы вы видите у вас глаз один. Прям почти спрятался у вас за эту вывеску. И так можно. Но можно еще и другой интересный сделать. Так. Все хорошо. Отлично. Все на месте. Все есть. Снимали такой снимок. Такой снимок есть. Крупный план еще. Просится дополнительно. Но это же нельзя сказать, что фотография здесь неправильная. Нет. Все на месте. Все. Все хорошо. Чуть-чуть темная у нас девушка там получилась. Чуть света не хватает. Но это другой момент. Нужно пробовать на обработке. Работать. У меня все устраивает. Мне нравится все. Какой мы снимок тут сделали. Лужик у нас там. Горизонт завалили только. А что это тоже, да? От солнца в правой части. Так видите. Как это называется? Зелено-голубого. Такого яркого цвета. Это, видимо, от солнца такое пятнышко получилось. Интересная фотография. Такое может быть. Надо искать. Мне кажется, еще какие-то дубли делать. Ну, классно. Классно все равно. Вот эти вот цвета у вас здесь отрабатывает. Лучик отработал. Горизонт завален. Не знаю. Может быть, мы попрямим. Горизонта станет хуже. Может быть, и такое. Видите, у нас контровой свет, шапку здесь. Кстати, надо сохранить эту фотографию по поводу контрового света. И источник у нас в контрове. Может быть, такое. Могла быть такая фотография. Могла. Интересная. Интересная. То, что она специально постановочная. Не знаю. На репертаж больше похоже. А здесь не пойму. Здесь что такое? Сверху снято. Какая-то линия там перспективы уходит. Эту фотографию для постановочной хвалить не буду больше. Она похожа на фотографию. Шли-шли и сняли. Здесь вот так. Ну, то, что задний план здесь сам по себе играет. Ну, и что? А герои у вас здесь совсем потерялись уже. Там еще у вас лучик. Там еще можно сказать, что интересно. Там действительно такая необычная фотография. А здесь нет ничего необычного. Здесь просто стоим. Сверху вот так вот сняли. Ну, и что в этом такого? Ну, здесь можно было крупный план ребенка снять красивый. Крупнее можно было интересно снять. Оооо, неужели, неужели, неужели. Как это так? Два часа почти. Два часа. Это у нас ушло. Очень много у нас ушло времени. Ну, скажите мне, давайте сейчас, несколько минуточек, скажите мне, что вообще вам... Полезно ли это было или не полезно? Чаще это надо делать. Это только пять человек, конечно. Конечно. Значит, надо чаще делать. Но не переживайте. Мы с вами никуда не будем разбегаться. Мы с вами будем заниматься столько, сколько нужно. Вот так вот у меня и останетесь. Группа испытательный. Такой специалист. Было полезно. Хорошо. Да-да-да-да. Нужно практиковаться. Нужно практиковаться. Больше снимать. Вот и все. Насчет но. Насчет чего но? У меня полезно насчет но. А, насчет ног. Все, понял. Прошибок уже на вечер нашло. Хорошо, хорошо. Ну да, ну просто, просто вы... У вас видите, интересный такой момент получился, что у вас характерные ошибки. Значит, то, что вам нужно конкретно поработать над тем, что у вас плохо получается. Какой-то момент, если плохо получается, то просто сделайте специально. Вот фотосессию с тем, чтобы обращать особое внимание на этот момент. Если вы мало двигаетесь, значит, двигаетесь больше. Если вы горизонт заваливаете, значит, специально сделайте такие снипки, где горизонт ровный. Вот и все. Если кто-то крупные планы почему-то не хочет снимать, все хорошо на крупные планы, значит, сделайте фотосессию только из крупных планов. Или сделать фотосессию, где будут классные крупные планы. И я думаю, что мы с вами будем переснимать постановочную фотосессию. Репертаж у вас хорошо. Репертаж сами снимайте. Вы снимаете не только, когда я сказал, там, нужно сделать задание. Просто что-то происходит, нужно снимать. В фотошколе у нас много было такого, что снимаем, переснимаем, 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 переснимаем. Здесь, на этом курсе, еще не знаю, как это должно быть. Но мы с вами будем советоваться, думать, как это все правильно, лучше сделать. Ух! 40 минут. Ой, это не 40 минут. Это у нас с вами час и 50 минут получилось. Ладно, всем большое спасибо за огромное терпение. Вы молодцы, мы с вами движемся. Те моменты, где у нас какие-то слабые места, мы должны их прокачать. Мы должны сделать, будем фотосессии, такие, которые у нас уже не будут иметь таких слабых мест. И все, кто увидел, что слабого, что характерно слабого есть у вас, какие у вас характерные ошибки, пожалуйста, прям, есть возможность сделать еще фотосессию. В постановочную фотосессию сделать, сколько, 20 минут у вас идет. Так, польза какая будет, это самая большущая польза будет. Все. Все, всем пока. Хорошего дня. На связи. Так, Евгения, мы с вами должны будем еще разобрать ваши фотографии. Давайте спишемся и подумаем, что можно будет сделать по этому поводу. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok